Что я хочу сказать? У нас сегодня с вами мероприятие удивительное, интересное, на мой взгляд. Я вас прошу к нему прислушаться и прочувствовать всем сердцем. Называется мероприятие «История успеха. Здесь вам не равнина, здесь климат иной». Я думаю, вот такие строки соответствуют только одному человеку, который на протяжении всего года опекал нас, оберегал своими полезными советами, умнейшими статьями, очень интересными мероприятиями. Ну вы догадались уже, кто это, да? Кто это? Кто у нас? Василий Леонидович Гаазов, да? Наш Ставропольский краевед, автор многих книг. Вот. И сегодняшнее наше мероприятие посвящено, во-первых, его юбилею, 60 лет, вот Василию Леонидовичу исполнилось. Давайте его поздравим, поаплодируем. И, конечно, Международному дню гор, который отвечается 15 декабря. Но я хочу сказать, что не все так просто сегодня. Почему история успеха? Почему все удалось? И как это удавалось? Вот я думаю, сегодня Василий Леонидович для вас живой пример. Он вам расскажет, а каков же он этот успех, а в чем он, да? То ли проснуться утром с хорошим настроением, то ли, может быть, помочь кому-то, может быть, сделать хороший звонок, может быть, написать книгу, стихотворение. То есть успех он разный. Вы, я тоже думаю, успешны каждый по-своему. Вот, Василий Леонидович, вам слово, пожалуйста, и мы рады еще раз и еще раз вас видеть. Давайте мы, наверное, сейчас начнем с того, что я несколько слов все-таки скажу о горах. А потом, когда мы будем говорить об успехе, вы можете мне задать вопросы, и я на них отвечу. Мне так будет намного проще делать. Вот последнее небольшое такое стихотворение написал «Дню гор». Так в жизни повелось с недавних пор, что отмечаем на земле День гор. Приходит этот праздник в декабре. Две единицы есть в его числе. Нас горы манят, их себе зовут. Себя на прочность проверяем тут. Нам о горах, конечно, надо знать, любить, сердцем красоту внимать. В России очень много гор. Великий ее поистине простор. Но есть и горы на Кавказе, что не опишешь даже в Казе. Значит, ребят, я хочу сказать одну вещь, что вот в свою жизнь я связал с горами. И вот это вот то, что мы с вами сейчас будем говорить, благодаря именно горам. Потому что, вот если говорить о горах, горы так объемно это слово, символ двойственности в мире этом. Сердце из груди лететь готово, как из темной клетки ввысь за светом. Эти исполины в час творения. Страсть земли великую познали. От любви природного веления силу жизни тайную вобрали. А теперь стоят в молчании мудром. Нас пленяют дерзновенным взлетом. Окрыляют вознесением чудным. Вдохновляют мысленным полетом. Как горизонталь и вертикаль. Созидание и разрушение слиты. Трудности всегда уходят вдаль. Но в воспоминаниях не забыты. И порою что-то нас зовет. К миру гор немножко прикоснуться. Сила жизни. Вот души полет. Чтобы мог опять туда вернуться. Горы молчаливые стоят. Словно храмы самоочищения. Чистоты и вершин своих манят. Порожденных миром единения. И вот, ребят, если говорить и связать свою жизнь с горами, то все это началось после того, как я вернулся из армии. И после того я поступил в Ставропольский государственный педагогический институт. И там я пошел на фок туризма. Фокутит общественных профессий. И когда я попал в горы, горы пленили меня. И я понял, что я буду теперь ходить в горы не один раз, как писал Высоцкий. И спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. И вот как раз таким, вот с этого времени я стал ходить в горы. Я закончил школу инструкторов, потом туризма, получил разряды, ходил в походы. И потом уже я выступал руководителем походов горных до пятой категории сложности. То есть я стал советским лимитом, кандидатом в мастера спорта. То есть мастером я не стал, потому что там страна изменилась. Но дело не в этом. Дело в другом. Что до сих пор горы, они нас манят и зовут. И в них мы постигаем третье измерение высоты. То есть мы преодолеваем себя. И вот секрет, наверное, успеха человека заключается в том, чтобы быть самим собой и при этом любить тех людей, которые рядом. Вот по сути так получилось, что меня окружали хорошие люди. И вот я оставался самим собой и любил людей. И люди тоже отвечали мне взаимностью. Наверное, это и есть секрет успеха. Когда ты проживаешь свою жизнь, и ты счастлив от каждого прожитого дня. Вот, ребят, я вам хочу сказать, что каждый день я что-то пишу, записываю там стихотворение или что-то. Я стараюсь, чтобы день имел какой-то смысл. Я думаю, что и вам тоже надо найти вот себя, окружить себя теми людьми, которые были рядом с вами, и которые вас понимали, и в этом находить смысл жизни. Я ходил в походы со своими друзьями. Конечно, это было прекрасно, когда те люди, которые с тобой вместе. И, вы знаете, вот такие строчки могут родиться только, когда ты сидишь ночью у костра, беседуешь. Краюха хлеба, чай, костер, и росы звезд над головой, и задушевный разговор. Одна душа ведет с другой. Но, знаете, я вам хочу сказать, что мне доводилось ходить в горы в одиночку. Это, конечно, сложно, это надо иметь опыт, это надо иметь силу воли, это надо решиться, в конце концов. Потому что, ну, согласитесь, что когда вы идете в гуру с кем-то, ну, это проще. Вы не хотите показать свою слабость, вы хотите, чтобы, ну, вас знали, как человека смелого, там, и так далее. А когда вы один на один с вершиной, тогда как? Вы же один на один со своим страхом, его нужно преодолеть. И вот преодолевать страх в одиночку намного сложнее, чем преодолевать страх, когда вы находитесь вместе. Поэтому мне доводилось вот ходить на вершины. И вот самая моя, может быть, главная вершина, которую я посетил, я не могу сказать покорил, потому что горы нельзя покорять, можно посетить на время. Знаете, я написала даже такое стихотворение. Ты наверху, внизу остался страх, под пеленой молочного тумана. Как необычно тишина в горах, среди та и скал пьянящего турмана. Ползут к седым вершинам облака, а вниз несутся снежные лавины. Здесь есть расчет лишь на себя, ведь каждый метр стоит ста равнинных. Но вот перед тобою краткий миг, между двух миров, застывших на мгновение, в котором понимаешь, что постиг простую мудрость вечного стремления. И лишь тогда с уверенностью знаешь, достигнуть в жизни ничего нельзя. Но это только ясно понимаешь, с вершины жизни пика бытия. И вот София, моя вершина, на которой я был, которую я посетил, она стала для меня, ну, будем говорить, знаковой. Я не изменился после нее. Вы знаете, я писал стихи, а потом бросил писать стихи. А вот когда я посетил Софию, когда я постоял на высоте 3637 метров, и когда я увидел этот мир под собой, ну, что-то во мне изменилось, наверное. И вот после этого я стал больше писать. Так что это очень интересно. Также вот я вам хочу сказать, знаковые дни в моей жизни, если мне сейчас сказали, какой день ты считаешь одним из самых главных, когда я спас жизнь своему другу в горах. Потому что, вы знаете, спасти жизнь человеку, я вообще сам являюсь общественным спасателем в Советском Союзе, и когда вот это вот было время такое, нам давали вот эти удостоверения общественных спасателей. Ну, то есть, если, допустим, были какие-то в горах чрезвычайные происшествия, то нас привлекали к этому. Ну, и вот, когда я пришел за своим другом, он, кстати, тоже ходил на гору София, и там с ним случилось ЧП, он сломал фаланги пальцев там, и у него это лунные кости переломаны были. И вот, когда я его увидел, мы обнялись, и потом мы его спустили вниз, мы его снесли, это считается день самым главным в моей жизни. И если бы, вот, наверное, у меня такой день опять был, я бы его повторил так же, понимаете? Вот самое главное, это когда вы, прожив какой-то день, и потом вы сказали, вы прожили бы вот так же, вы сказали, да, мы прожили вот так же. Это, конечно, очень знаково. Потом, знаете, когда ты вводишь людей в походы, когда люди потом встречают тебя, благодарят тебя, это тоже, ну, и для тебя приятно, и приятно для людей. Поэтому, конечно, горы, они, ну, дают очень много человеку. И потом, вы, наверное, знаете, что, когда вы что-то делаете, вы преодолеваете себя. Когда вы начинаете преодолевать себя, вы начинаете себя уважать. И вы меняетесь. И это не значит, что вот сегодня вам там можно рассказывать о Эвересте. Да, я не был на Эвересте. Эверест – это самая высокая вершина мира, 8 848 метров. Его называют еще там Джамалун, Басадар Матха. И туда, на Эвересте, отдельные люди только заходят. Но у каждого человека есть своя вершина. И вот, наверное, если я сейчас бы спросил, а вы поднимались хотя бы на небольшие вершины? Вот кто из вас поднимался на небольшие вершины? Вот хотя бы маленькие вершинки. Вот здесь, в окрестностях Ставрополя. Не поднимались? Хотя бы небольшие. Ну, вот Ставропольская гора, да. Ну, это же вершина-вершина. И вы на нее поднялись, да. Так что это ваша вершина. И знаете, вот когда мы говорим, вот, я водил, помню, пожилых людей на Бештау. И вот, когда на Бештау поднимается человек за 80, это все равно, что подняться на Эверест. Потому что в этом возрасте и у каждого должна быть своя вершина. И вот даже вот он правильно сказал, на Комсомольскую горку, там, крепостная гора. Ну, это не вершина, ты спускался. Вот по ступеньку упаделись. Но назад же я поднимался домой. Это уже, да, назад ты поднимался домой. Вы знаете, вот то же самое, вот когда ребята-инвалиды, которые там потеряли ноги, они поднимались на Казбек, я это видел. Когда он поднимается на жумарах и на своей силой воли, ему, конечно, помогают, это, конечно, преодоление себя, это стоит даже большего, чем когда здоровый человек восходит на вершину. Поэтому, конечно, горы, день гор отмечается, и это хорошо, что он отмечается, потому что мы обратили внимание на горы. Они почти 20% территории Земли занимают. Горы имеют огромное значение. Во-первых, в горах можно отдохнуть, можно получить заряд бодрости. Потом, горы, они могут вас напоить чистой водой. Когда ты пьешь воду, вот я сейчас вспоминаю, вот эта талая вода, это же прекрасно. Это вот мы идем покупать в магазин воду, а там ты берешь кружку и пьешь из реки. Потом в горах вы можете встретиться с тем первозданным миром, увидеть животных, которых вы не увидите в городе, увидите мир растений. Потом, пройдя эту вот высотную поясность, вы, наверное, прекрасно уже изучаете, знаете, что бывают лиственные леса, потом смешанные леса, потом хвойные леса, потом идет криволесь, а потом субальпийские, альпийские луга. И, наконец-таки, это зона невальная вечных снегов, которые не стаивают в течение очень длительных временных промежутков. Так что это, конечно, очень интересно. Вот я вот коротко вам сказал, а теперь я хотел бы, чтобы вы на вопросы, которые мне задали, ответили. Пожалуйста, вопросы какие у вас есть? Или тогда дальше будет? Какой бы вы получили поход в горы? Не считая, в случае помощи другу. А, ну, наверное, всегда запоминаются те первые походы, когда мы, будучи студентами, изучали озера Тибердинского заповедника и были в районе Тиберды, и встретили москвичей. А москвичи шли в Грузию, в Абхазию, в пещеру. И они нам предложили, потому что у нас была лодка. И мы, ни о чем не думая, взяв эту лодку, потащили ее через Клухорский перевал, спустились в Абхазию и посетили вот там пещеры. Так что вот этот поход, конечно, запомнился. Я же еще не только занимаюсь горами, я еще и пещерами. А пещеры – это обратный альпинизм, это когда ты спускаешься вниз. И вот представьте, как вот не запомнился этот поход, когда мы посетили Нижнюю Шакуранскую пещеру, там надо было плыть полкилометра по подземной реке, на лодке. Вот мы плывем, потом ванны такие небольшие, мы переносим лодку, опять опускаем в воду, и полкилометра мы плыли по подземной реке. А потом уже пещера менее ободненная, и мы начали ее исследовать. Так мы пробыли в пещере 12 часов. Представляете? Это действительно очень интересно. Но в пещере время летит быстрее в сознании, чем на земле. А почему не влияло на нас часов? Вы знаете, когда человек находится в исследовательском поиске, когда все интересно, когда эти сосульки, все, не влияло. Потом там же надо было преодолевать преодоление. Я вам хочу сказать, что Мишель Сифру, который был несколько месяцев под землей, он рассказывал, что он мог 24 часа работать, а потом 24 часа спать. То есть там время иначе бежит. Поэтому вот этот поход, конечно, запомнился одним из первых, наверное, который был. Так, пожалуйста, на вопрос интересный. Вот это вот, как вы сказали, называется, находится, где друга спасали. А, это Архиз. Архиз, гора София. Да, гора София. Он тоже пошел на Софию. Это Софийские родники. Софийские озера. Давайте будем говорить так. Софийские озера, это вот есть перевал Иркыс, перевал Иркыс, который ведет из долины реки Софии. И ты поднимайся на перевал Иркыс, и прямо перед тобой три Софийских озера. Так что это очень интересно. Есть вообще Софийские озера, есть Софийский ледник, есть гора София. Вот это вот все надо различать. Пожалуйста, еще вопросы. Я вот хочу вам сказать, что мы на Комсомольский пруд с Нижнего Рынка ездим. Там на Дачной, и там вверх на пруд. Ну, понятно, понятно. Потому что, да, 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 понятно. Еще, пожалуйста, вопросы, какие вы в Средней Азии были? В Средней Азии, я, честно говоря, когда мы были студентами, мы практику проходили в Средней Азии. Это Бухара, Душамбе, Харок. И над Памиром там на самолете пролетали только. Ну, был я в Средней Азии, да. Там посетили Бахарденскую пещеру. Очень интересно, где озеро, в котором температура воды под 40 градусов. Так что, был я в Средней Азии. Но теперь это уже республики стали государством. Пожалуйста. Я как-то где-то стал, ну, вот, к примеру, по-моему, Машуку, как бы не состоявшийся вулкан в прошлом. И на большой глубине, там, не помню, не на очень большой, ну, вот, полкилометра, метра 400. Там вот, как бы, вот, застывшая лава есть. Но она не совсем застывшая, она как в таком состоянии, ну, вот, как каучук, вот. Ну, понятно, понятно. Такой гор, как каучук, вот, щупаешь. Вы знаете, это все от Эльбруса. От него вот эти лучи, как от какого-то такого животного, большого, эти трещины, по которым магма, горячая, но еще не остывшая кровь планеты, она достигла вот кавказских минеральных вод. И вот она приподняла складки осадочных пород, и так образовались останцовываем математические горы-патегория. Их 17. Это и Машуки, и Бештау, и Змейка, и так далее. Ну, что-то вот я это слышал, ну, такая легенда есть, я же только до конца не помню, что, как бы, Эльбрус, это, ну, как, две вершины, вот, это груди какой-то царицы, вот, древней. И вот она, как бы, ну, там есть же, конечно, погода сейчас поменяется. Ну, да, это фабрика погоды. И, значит, в большинстве своем, ну, сорок же в год где-то говорили. Ну, давайте будем говорить откровенно, что-то. И в основном, это не женщины, а мужчины. Единственное, что вот не так давно погибла женщина. Я не помню, в каком году, в прошлом или в каком. Ну, давайте говорить, Эльбрус, это вулкан, спящий вулкан. Я, когда поднимался на Эльбрус, я видел, как на склонах выходят газы фумаролы, дымится. То есть, это спящий вулкан. То есть, он извергался там несколько тысяч лет назад, но и вот сейчас он считается спящим вулканом. Значит, да, два жерла, две вершины, высота Эльбруса 5 642 метра. Это самая высокая точка, не только Кавказа, но и России и Европу. Европу. Если бы это было, это классно. Мы ездили в ущелье Джилусу и там подъезжали не с той стороны, где вот в Канадке, там, а с другой, там, по обрывам ехали на пазике, там, по горным, и прямо к вершине подъезжали, там, и источник там, ну да, там, Джилусу, можно ракнуться там с серебряными какими-то частитами, и пили, вот нарзан, минералка, значит, совсем другая вода, совсем другой вкус. Минеральные воды, да. Абсолютно отличаются от того, что вот в кисловодке пьешь нарзанной галереи. Да, понятно. Ну, понимаете, вот Эльбрус является еще фабрикой погоды, потому что такая высота, а вы, наверное, по закону географии знаете, что на каждый километр температура воздуха падает на 5-6 градусов. И 100 метров, да, скажи. Чего? И 100 метров, да, скажи. На километр 5-6 градусов считается, а температура падает. Поэтому на Эльбрусе всегда лежит снег, вот эта шапка Эльбруса и так далее. И Эльбрус не является самым сложным в покорении объекта, вершиной. Но Эльбрус, там очень быстро меняется погода. И на Эльбрусе огромные расстояния. Я помню, когда группу вел на Эльбрус, то мы вышли с перевала Азау и мы идем, идем, вот эти снежные пространства. Кажется, вот он рядом, близко, а на самом деле это очень большие, конечно, препятствия ты должен преодолевать. Поэтому, конечно, люди погибают в основном вне погоды. Вне погоды. Потому что они сбиваются с пути, а если они сбиваются с пути, они выходят на ледопады, там трещины, погибают. В общем, может пойти в ясный день, да, и там через полчаса уже метель морозный. И второй фактор, который очень сильно влияет, это высота. Потому что, когда ты достигаешь пяти тысяч метров, вот у тебя состояние такое сонное, но состояние, когда тебе тяжело даже шаг сделать. Почему? Потому что нехватка кислорода сказывается. И вот это вот тоже может сказаться, да. Поэтому для того, чтобы подниматься на Эльбрус, необходимо акклиматизация. нужно там у подножья переночевать, потом подняться, немножко спуститься, и только там на какой-то определенный день, в зависимости от подготовки, уже подниматься на Эльбрус. Так что, вот это, конечно, очень важно. Так, очень интересные вопросы. Пожалуйста. Василий Леонидович, можно я спрошу? Скажите, пожалуйста, а где бы вы хотели побывать в мире, и где бы вы хотели побывать, ну, в нашем, в Российской Федерации? Вот, два места. Если честно, если честно, в свое время, в свое время, когда вот Советский Союз был, я хотел попасть на помеху. Там надо были большие финансовые затраты, поэтому я не попал. Но сейчас я даже, может быть, и рад этому, потому что я бы хотел еще лучше изучить наш Кавказ. Потому что здесь еще столько мест неоткрытых, и столько мест, где можно ходить, познавать, радоваться, видеть эту красоту. Я вам хочу сказать, что Кавказ уникальный город. Они даже красивее Альп. Почему? Потому что, во-первых, они выше Альп, это раз. Потом, на Кавказе есть Западный Кавказ, Центральный Кавказ, Восточный Кавказ. То есть, он разный. Если Западный, домашний, там растительность, там невысокие вершины, относительно, конечно. То Центральный Кавказ Суровый, это вот между Эльбрусом и Казбеком. И Восточный Кавказ, Безлесный. Это, потом есть Пред-Кавказе, это территория России. За Кавказе сейчас уже не наша территория. Ну, я вот Сурово, как на Южном Урале, или Южный Урал, Средний Урал, Северный Урал. Ну, там же, то самое, агронародное, там самое высокое, за тысячи метров чуть-чуть. Уральские горы, это старые, это Палеозойске разрушенные горы. Обнажился этот фундамент, поэтому на Уральских горах столько много полезных ископаемых. Когда-то они были высокими, там кто-то даже давал, что до 10-12, больше километров были, огромные были горы. Сейчас они разрушены. Сейчас они, да, не столь высокие, но места красивые. и Суровый, особенно Полярный, Приполярный Урал, да. Я не говорю, Южный там, Урал, там, конечно, это уже более степной. Так что очень интересно. Скажите, я могу, ребят, у каждого из вас спросить, а где бы вы хотели побывать? Вот Артем Голубев, пожалуйста. Вот где бы ты хотел попутешествовать, побывать, да, чтобы, раз уж Василий Леонидович с вами делится своими мечтами, то и вы, пожалуйста, скажите. Артем. Где только возможно. Артем Голубев. Ну, вот как ты сказал, Алабуангар, в 2228 году Сергей Золотарев вот мечтает сейчас у нас вместо Артема Голубева. 2200 какой-то год. Леночка, скажи, пожалуйста, дорогая, где бы ты хотела побывать? Ну, не знаю. Ну, мечтайте. Даш, неужели нет, не хотите никуда ездить? Дома, возле, на диване? Даш, а? Где бы хотела побывать? Ну, еще раз, хотелось, еще в Аркадьске ездить, там отдыхать. Молодец. В Среднюю Азию. перестану. Вот. Вот Андреев в Среднюю Азию. Сашенька, Саша Лещев. Дома хотела побывать. Там сама структурировалась. Понятно. Максим, у тебя есть мечта? А где бы ты хотел побывать? так, я там еще не был. В Крыму, да? И в Сочи, да, один раз, два раза. Умничка. Ну, ты знаешь, что все обязательно слышится и когда-нибудь осуществляется, ребенок. обязательно. Вот, так что, Артем, ну что, затарился не хочешь? Мне больше всего Скандинавия нравится. Фёрд эти, да, это суровый климат. Крыться ним не хочешь, помочь. Понятно. Так что, я вам хочу сказать, что вообще, вот, когда говорят, природа, она разная и в то же время она везде одна. Поэтому, кому-то нравится одно, кому-то другое. Ну, на самом деле, вот эта гармония, она должна быть. Вот знаете, вот мы говорим сейчас, год экологии, человек всегда был счастлив тогда, когда он искал и находил гармонию с природой. Это было крайне редко, но были такие моменты. Когда он начал нарушать гармонию с природой, то, по сути дела, горы уже и те же самые. Вот, например, книга у меня была «Спасите Альпы». Вот казалось бы, Альпы, да, но ведь там с этими, со строительствами привело к чему, что там уже нет практически диких мест. Фактически. Поэтому, вот сейчас вот надо спасать наш Кавказ, пока вот Кавказский город. А почему спасать? Спасать от того, чтобы человек очень сильно изменил природу. Цивилизация в горы, ну, я вот считаю, что не должна так сильно идти. Когда мы что-то там строим, мы обязательно что-то нарушаем. Мы вырубаем лес, отравляем воду. Я бы не хотел прийти в горы, где нельзя было пить воду из реки. Не видел бы я леса там или животных. Поэтому, вот вы знаете, когда ты идешь, например, у меня было много встреч, с дикими животными, там те же самые. Но я сми начинаю начали строить в горах, значит, все равнины уже застроили. Нет, я согласен, что пусть человек живет на равнина, но пусть в горло поднимается. Да, так что... в данное время сейчас все измиряется, прибыли. канатная дорога та же самая, она же уже нарушает все-таки гармонию этого. еще вопросы, пожалуйста. На Казбеке вы поднимались? На Казбеке? Нет, на Казбеке я не был. Я был в основном, ходил по Западному Кавказу, по Центральному Кавказу. Восточный Кавказ, это Казбек, я не поднимался, туда не ходил, к сожалению. Вот, кстати, может быть, конечно, Восточный Кавказ, хотелось бы тоже посмотреть. Так что, вот это вот очень интересно. На Эльбрусе, да, на Эльбрусе, потом, самый мой такой сложный поход, это была Горная Пятерка, где я был участником, мы проходили Безингийскую стену. Безингийская стена это чудо. Вот представьте, вы идете по леднику, который так, шершавый язык, и ледника, долины, километров 16, а потом перед вами взметнулась двухметровая, почти вертикальная стена, покрытая снегом, льдами. Это вот есть Безингийская стена. И вот там я поднимался на перевал Чурлениса, откуда мы восходили на гору Гестова, которая выше Мамблана. 4860 метров. Да, это было, это было сложное. Мы шли почти два дня туда, на эту стену, залезли, и потом спускались с ними. Это, конечно, очень тяжело. Такие походы, знаете, бывают нечасто. Бывают даже иногда один раз в жизни, и после этого уже это повторить невозможно. А вообще, я вам хочу сказать честно, что у каждого человека есть свой запас риска, который он должен ясно осознавать. когда-то ты рискуешь больше, потому что ты понимаешь, запаса риска много. Это все равно, что в магазин пришли, у вас много денег, вы можете купить побольше, но когда у вас денег мало, брать покупку, которая больше, чем у вас денег, не стоит. Поэтому вот такие вот наборы. А вы кроме Кавказа где-нибудь были? Ну, я же говорю, я был в Средней Азии, ну, это мы на практике, но в основном, конечно, Кавказ, Кавказ, Кавказ и Кавказ. Кавказ можно изучать, изучать, и жизни не хватит. Я вот хочу вас поздравить от имени всех нас с юбилеем, с чудесным днем, прекрасным юбилеем, улыбок, комплиментов, добрых слов. Пусть этот праздник сделает теплее родных людей забота и любовь. Приносит радость каждая минута, и сердце наполняется теплом. Во всем благополучие и уюта, и новостей хороших день за днем. Да, спасибо большое. Это Александра Ильичаевна. Это его стучат. Естественно, на каждый день. Шутка. Нет, я понимаю. Вы знаете, и вот, что в горах мне еще больше нравится, во-первых, в горах, если ты ходишь с людьми, то там дружба ощущается. Потому что, если плохой человек с тобой в горы попал, ну, по сути дела, как писал Высоцкий, если друг оказался вдруг, не друг и не друг, а враг, да. Так что, в этом плане, конечно, это... И потом, вот в горах ты должен обеспечить себя и теплом, и сварить еду. Вот это все, конечно, очень важно. И особенно, вот у меня есть одно стихотворение, которое я написал, это стихотворение, называется так, «Горы ночи». Горы ночь, до утра далеко, одинока палатка стоит на снегу, в коконе спальника очень тепло, я в нем полежать подольше хочу. До слуха доносятся шум реки, что так монотонно тебя усыпляет, дыханием своим холодят ледники, а ветер палатку все время терзает. Глаза закрыты, но я не сплю, нереальность приятна мне томная это, подольше блаженства, вот такого хочу, в душе понимая неизбежность рассвета, будет снова подъем на заре, сборы недолгие, а там лишь держись, метр за метром, с рюкзаком на спине, стану опять карабкаться влезь, горь ночь, до утра далеко, одинока палатка стоит на снегу, в коконе спальника очень тепло, я в нем полежать подольше хочу. Вот об этом очень мало туристы говорят, но от того, как ты выспишься в своем теплом спальнике, так ты пойдешь следующее утром в город. Поэтому, конечно, очень-очень важно это все. А тишина, конечно, звенящая, никогда не ощущал такой тишины, как... Да. Но я не люблю тишину. Наверное. Так, пожалуйста, вопрос. Дорогие мои, давайте поблагодарим замечательного человека, который у нас в гостях, Василия Леонидовича Гаазова. Он, пожалуй, один из единственных, кто продолжает это замечательное дело, исследование родного края нашего, в котором мы родились, выросли с вами, да? Вот. Спасибо вам большое. Пожелаем вам здоровья, успехов творческих, написания стихов и книг. И, конечно, дружить с нами и быть у нас в гостях. Пожелаем с нами сотрудничество. Спасибо большое. Спасибо.